Так, сейчас надо подзарядиться. Сегодня у меня такой настрой боевой. Значит, принято мною решение сегодня сделать линэн-клозет мой. Рассказать вам заодно, что это такое. В общем, сейчас мне нужно такой коктейль бодрости выпить. И немножечко разобрать там вещи детские. Значит, детские вещи разобрать именно Габи. Написал, что я Душкина уже разобрала. Вот летнее, то что летнее, зимнее. Не то, чтобы у нас уже пришло лето, даже весна еще нормально не наступила. Но все-таки уже ближе к теплу, чем к холоду. Поэтому зимнее уже там, допустим, я перестирала куртки, там, сноупенс и так дальше. Но цель моя такая сегодня сделать линэн-клозет, что, в общем-то, является шкафом для постельного белья здесь. И я об этом не знала, о существовании таких вещей до тех пор, пока не приехала в Канаду. Так вот, его надо убрать. И надо разобрать эти вещи. А потом мне нужно еще помыть мусорки. И, в общем, немножко такое сегодня хозяйственное видео. Но перед этим я выпью сейчас моего бодрящего коктейльчика. Так, хорошо. С чия, с бананами. Вчера подешевели назад, я купила кучу бананов. Так, все ингредиенты мои внутри. И чия видно немножечко. Мэйпл-сироп, молочко. Там банан. И есть ананас. Но я думаю, что его залило молоко уже не видно. Сейчас все это взобьем красивенько. Так, закрываем крышечку. Одеваем сам этот блендер. Все, поехали. Все. Готево сейчас перельем в большой сосуд. Вот. Большой пластиковый стакан когда-то в Таргете купленный. И вот мой напиток. Видите, какой он густой. Вот такой густой. Такой он получается, знаете, как что? Как... Он такой типа пудинг. Получается такой густой. Сейчас попью, подзаряжусь. Ну и буду, конечно, сразу не выпью. Буду потом подпевать во время работы. Итак, попью и поехали на второй этаж. Итак, мы на втором этаже. Вот это вот вход во все комнаты. Вот это в Габину, это в Идушкину. Это ванна с туалетом. Это наша комната. И вот здесь, при входе на второй этаж. Вот видите, я поднялась по ступенькам. Находится шкафчик. Линен клозет называется. То есть шкафчик для постельного белья. Обычно в этих шкафчиках хранятся полотенца со всего дома. Постельное белье со всего дома. Часто, в зависимости от размера шкафчика, также хранится туалетная бумага, которая куплена там, балки, там много упаковок обычно такую здесь покупают. Даже иногда какие-то медицинские препараты, да, вот ночью вдруг голова заболела, например, или что-то там не очень хорошо, чтобы не спускаться вниз, держат, значит, здесь такую коробочку, и там в ней, значит, все вот эти вот препаратики. Кто-то в ванне держит, кто-то здесь. Но у меня места для всего этого нету. У меня места хватает только для постельного белья. Давайте посмотрим. Значит, это находится сразу, предупреждаю, перед тем, как... Я даже не проверила перед тем, как снимать специально. Все честно. Что у меня здесь творится? Ну, просто мне однозначно нужно разобрать кое-что, сложить в кое-какие одеяла. Короче, убрать. Раз, два, три. Я даже не знаю, что у меня там. Оно не так страшно на самом деле, как я думала. Вот как это выглядит. Наверняка многие хозяйки меня сейчас поймут, кто понимает, что постельное белье приходится держать полотенце в шкафу в обычном, с нашей обычной одеждой. И это, конечно, абсолютно неудобно, занимает кучу места и так далее. Вот у меня здесь сверху в основном у меня так было распределено, что типа детская постельная. Но потом часть вот, которая и Доршкиного постельного, я положила, сложена у меня в его шкафчике на верхней полке. Вот это постельное наше белье. Здесь полотенце. Здесь чуть ниже, что это у меня. А, там разные покрывалы лежали, но сейчас так с них много не осталось, потому что часть у нас внизу в салоне валяется. Мы укрываемся возле этого телевизора. А внизу это полотенце для гостей. Все полотенца для гостей. Все, что внизу, это гостевой вариант полотенец. В общем, это нужно просто поскладывать более-менее, привести в такой более-менее сложный вид и кое-что доскладывать туда, потому что есть много постельного, которое я постирала, но лежит у меня пока что еще сложенное, не в шкафу. Так что сейчас я это все быстренько сложу. И покажу вам потом результат. Итак, вот как это выглядит в разогнутом. Сейчас, Кабанька, ты на себя посмотришь в разобранном состоянии. Он небольшой, как вы видите, он достаточно узкий и не глубокий. Поэтому, в общем-то, ну, очень удобно, что он есть. Вот еще хочу показать. У меня здесь есть еще моя бабушка, моего папа-мама. Шила мне, когда я ехала в Израиль, летела вот такие вот надумочки. Знаете, такие думочки, маленькие подушечки, такие наволочки. Она шила, видите, на завязочках, чтобы завязывать. Конечно, сегодня, вы понимаете, в мире можно купить все, но я все равно храню. Храню вот это вот и вот это. Ну, это она шила. Хотя здесь уже такое... Да-да, это она перешивала, по-моему, из больших. Из большой наволочки. Вот такую маленькую. Заодно уже и уедушки сложила. Вот у него верхняя полка, постельное белье его тоже. Здесь находится. Я, когда у него меняю, мне сразу удобно у него в шкафу взять. Вот. У него здесь порядка раз, два, три, пять наборов. Пять наборов. Три набора от бабушек. Значит, один набор мы покупали, один набор нам подружка подарила моя подруга. Вот. Вполне хватает. Мы даже не всем пользуемся. То есть, в принципе, по большому счету, кстати, тип для тех, кто летит. Ребенку больше, чем два постельного белья вообще не нужно. В принципе, на первое время вообще больше, чем два белья не нужно. Ни для взрослых, ни для детей. Одно, вот, грязное, допустим, положили в грязное, второе постелили. Если совсем эконом режим, господи, Габи, она высыпала все игрушки здесь. Если совсем эконом режим, то мы просто покупали вообще одно постельное белье. Можно даже везти с собой. Вот. Сняли, постирали, сразу выстелили назад. Оно высохло, и сразу выстелили его опять. Вот, поэтому это тоже вообще в эконом режиме. А так со временем подкупается. Вот мы на Эдошку тоже везли только лишь один набор. Потом со временем нам... Нет, два везли набора. Или один. Или один, я не помню. Нет. Везли один с собой набор. Моя мама купила. Потом моя мама на день рождения прислала ему Спайдермена. Потом вторая бабушка тоже Бабына прислала нам. Макуина, вот это был модный. Потом моя подруга подарила, и мы еще один здесь купили набор. Так что как-то оно копится, копится. Потом еще будете избавляться от всего. Так, у нас уже такое хозяйственное видео. Я вам покажу, как я недавно стала складывать постельные наборы. Увидела тоже в интернете идею. То есть я беру подушку, например, постельный набор. У меня, да, здесь идет наволочка у меня в наборе. То есть у меня идет две наволочки, да, простынь. Вот простынь. И пододеяльник. Там еще есть две серые наволочки, которые от другого набора. Я отдельно покупала. В общем, короче, весь набор лежит. Я уложила его просто в наволочку от подушки. И вот мы эту подушку сложили, значит, все аккуратно, весь этот набор. Вот я ее вот так подгибаю. И вот таким образом выкладываю постельные наборы все свои. Поэтому, когда мне нужно заменить белье, значит, я сняла, и я смотрю, какой мне набор нужен. И уже сразу вытаскиваю. Очень удобно. Здесь сразу и подушка, и наволочка, и все здесь лежит. И простынь. И оно аккуратно смотрится, когда вот если открыть шкаф. Ну что ж. Все сложила. Не то, чтобы сильно многое изменилось. Та-дам! Вот. Все после раскладки. Вот. Все, что я знала, все типа, нет, Габи, это не трогаем. Это не трогаем. Надо просто под этих укрывалась ночью. Внизу это у меня все гостевое. Там и постельное наборное в основном полотенце, наволочки. Ну, с гостями, так сказать, максимум, если не хватает, но можно от себя всегда положить. Это всякие тут покрывалки, одеялки. Это наше полотенце. Вот единственное, что я определила. Видите, вот то, что свернуто в кружочки, это для рук. У меня всего лишь для рук два. Почему? Потому что у меня все-таки четыре туалета. Точнее, ну, во-первых, четыре туалета, это четыре места, где у меня полотенца. И по одному. Не на каждого члена семьи. По одному. Я их стираю раз в неделю. Вот я что поняла, когда все разложила, что полотенец для рук-то у меня и нет. То есть это то, что мне нужно подкупить. Потому что полотенец для рук, то есть у меня в бейсменте ванна, у входа, в смысле в бейсменте возле рук висит, возле входа в дом у меня там тоже есть туалет. И на втором этаже два туалета. Поэтому вот мне нужно, конечно, для рук полотенчики. Это постельное белье. Вот это летнее внизу, а вот это вверху теплое, флизовое. И вот это детская габина. Тут уже одеялки и дошкины лежат, которые еще вот снизу, вот можно увидеть, три голубенькие коту. Голубенькая вот такой, типа, цвет как под военная раскраска. И потом такое в клеточку, это и дошкины. Потом розовенькая, все это габина идет. Там еще одно фиолетовенькое, и дошкина его не видно здесь хорошо. Постельная даже и дошкина частично. Частично мне подруги подарили. Вот Леночкиного много здесь есть. Там вот эти я положила, как вы видите, для перемены вот эти матрасики, чтобы на них менять ребенка. Вот детская. Почему она сверху? Потому что, ну, его много, и я не пользуюсь часто, да, то есть я меняю там, ей тоже там раз в неделю, раз в две недели постельная. И его так много. В общем, после, в основном, там одеялка, конечно, там простыней, это всего три штуки. Четыре. Вот это вот, четыре простыни. Вот это вот, голубенькая, то, что под голубеньким, тоже цветное. Вот это в цветочке, и сверху белая, а сверху, самое наверху, это Дора расцветка, тоже Леночка мне подарила. Это наволочка на подушку, а простынка сейчас устелена. Там дерево у нас рубят, поэтому такой шум. Ну, в общем, короче, все. Первый таск на сегодня я сделала. Это было важно сложить, чтобы посмотреть, чего есть, чего нет. В общем, полотенец для рук оказалось у меня как-то совсем не густо. Но я об этом знала, но когда воочию я увидела, что их совсем нифига нету. Вот это, конечно, хорошо. Большое дело сделала. Так, пошла дальше перебирать. Еще немножко габина на лето. Одежду. Боже, пока я здесь с вами рассказывала, у меня у соседа срубили дерево. И вот его срубили, и уже измельчают. Все, потому что оно было заражено. В прошлом году его отметили, как дерево, которое на снос. вот, вот, сразу убирают за собой, чтобы не было никаких крошек. Еще у него с Идушкиной комнаты, здесь лучше видно. Боже, за секунду, было бы интересно посмотреть, как быстро они его спилили. Вот, убирают за собой крошечки все, чтобы было все аккуратненько. Все сразу измельчили, как будто его и не было. Вот это да. Ну, сосед говорил, что в прошлом году бюджета не было, чтобы убрать. Да, да, дерево там. Нету больше. Видите, говорит, ма, нету больше. А что они его к канализации к этой подводят? Оно не забивает разве? Или так они просто к одной точке убирают? А, сейчас они измельчат и тоже, наверное, закинут в этот аппарат. Угу. Так и есть. Так и есть. Прикольно. Быстро, аккуратно. Все. Было дерево и нету дерева. Сказали, что, значит, в прошлом году его отметили, как зараженное дерево. Какая-то там мушкара, короче, его съедала. И, в общем, много было деревьев по району. Ну, каждый год как бы проверку делают. В общем, его отметили. В прошлом году бюджета не было, чтобы снести. вот в этом году бюджет, тихо приехали, забрали. Сейчас они дадут, я так, ну, потом реплейсмент делают. То есть, они потом, что-то, короче, это дерево делают, чтобы убрать эти корни этого дерева. Какой-то туда сыпят, что-то, или льют, чтобы этот хомер, чтобы этот, то есть, корень размягчить, как-то удалить. И будут высаживать другое дерево. Но я не знаю, будет ли это в этом году. Интересно, будем уже наблюдать. Все. Две секунды. Я не только что в начале улицы я видела дерево, убирали. Но я думала, это возьмет время. Боже мой, пока я вам про шкаф рассказывала, ну сколько это, минута? За минуту они его срубили. Классно. Все вот так вот работают в Канаде. Чисто, аккуратненько убрали. Еще. А вот, вот он сейчас краской вот это вот делает. Не знаю, а, ну это чтобы видели, чтобы не споткнуться, ничего. Интересно. Ну вот. Слазь, доченька, слазь, сапошечка. Слазь. Здесь интересно посмотреть, есть еще какое-то дерево на этой улице. Ага, есть какое-то дерево, но я его не смогу заснять, надо будет выйти на улицу.